На часах без малого 10 утра. Председатель 15-й участковой комиссии демонстрирует пустую урну, затем её опечатывает. Три наблюдателя фиксирует. Все правила соблюдены. Теперь можно приступать к самому главному – старту досрочного голосования. Уже даже в половину десятого пришли граждане, которые хотели принять участие в референдуме. Люди разного возраста. Участок наш для голосования центральный. Сюда включается улица Пушкина, Октябрьская, Минская. В Бобруйске досрочно выполнить свой гражданский долг можно на 99 участках. С собой нужен документ, удостоверяющий личность, паспорт, айди-карта, военный билет, служебное удостоверение или водительские права. Поводы прийти заранее у каждого разные, но все сходятся во мнении – участие в референдуме необходимо. В новой конституции есть очень много изменений. Это касается и Всебелорусского народного собрания, очень интересный орган народовластия. Есть вопросы и по здравоохранению, по образованию. Очень интересно. Я считаю, что изменения детальные и как бы выверенные. И то, что требуется в настоящее время. На 68 участке зарегистрировано 1982 голосующих. Максим Козловский среди тех, для кого этот всенародный опрос – первый. Учащийся механика технологического колледжа признается – он поддерживает изменения и дополнения в Конституцию. Ведь от его сегодняшнего выбора зависит то, какой страна будет завтра. Я, во-первых, хотел исполнить свой гражданский долг, как мне исполнилось 18 лет, и проголосовать. Я за председающую Беларусь, за сохранение культурных ценностей, исторических ценностей, здорового образа жизни. Важно также корректно заполнить бюллетень. Всего один вопрос – принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции? Ответы – за или против. Если отметка стоит в двух квадратах или не поставлена ни в одном, бланк признают недействительным. Должно всё меняться у нас. Новая Конституция – это новый этап в жизни нашей страны. Для благосостояния страны каждый человек должен нести свою лепту. На всех участках позаботились и о безопасности. Наблюдатели и члены комиссии в масках. Достаточно свободного места для соблюдения дистанции. Кабинки без штор. Чем меньше прикосновений к предметам, тем надёжнее. Все поверхности здесь регулярно дезинфицируют. Для бавручан подготовили запас одноразовых масок и перчаток на случай, если нет с собой. Здесь же и антисептик. После обработки рук можно смело отдавать свой голос. Сделать выбор в пользу будущего жители могут с 10 утра до 7 вечера. Перерыв – с 14 до 16. Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. В основной день – 27 числа. Граждан ждут с 8 до 20 часов. Каким путём идти стране дальше – решат белорусы. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова